25 марта сегодня у меня запланирован посев в теплицу томатов редиски шпината вот уже неделю назад закрыла пленкой грядку подготовленную чтобы прогрелась почва сегодня буду сеять уже пора а что почва уже в теплице теплая вот пожалуйста салатик зашел вот и тут он посеялся так что пора действительно сеется а а Смотрите продолжение в следующей серии. И сегодня на рассаду и капусту. Может, рановато, конечно. Но в прошлом году было неплохо. Не знаю, какие-то у меня тут семена есть. Ну вот. Еще и капусту. Так, а также шпинат. Ну как же без него. Так, немного рукколы. И вот такую зеленушку под названием Мизуна. Никогда не сеяла. Но смотрю канал Аленин сад. И она там такую сеет. И вроде бы хвалит. Никогда не сеяла вот такие вот вещи. Травки. Хочу попробовать. Посеять в теплице. Написано холодоустойчивые. Но посмотрим, как будут расти. Если, например, долго не успеют вырасти до того времени, как рассаживают помидоры, то больше такие сеять не буду. Субтитры подогнал Игорь Негода. И последнее, что я хочу сегодня посеять, то это редис. Опыт прошлого года показал, что укрывать его точно не нужно. Да, под укрытием он сходит быстрее. И сначала растет как бы быстрее. Но в итоге получилось так, что без укрытия сами резисоны, или как их там называть правильно, были намного лучше. То, что под укрытием пошел с цветы. Да, зелени там было море. Но толка никакого. Клубней не было вообще. Итак, первая работа в теплице закончена. Резиски тоже тут насеяло достаточно много. Так что теперь будем ждать сходов. У нас тут уже почти растаял весь снег. У леса осталось, ну, где меньше падает солнышко. Но вот тут образовалась новая проблема. Вот так теперь у нашего дома выглядит дорога. Это кошмар. Я даже с трудом дохожу до колодца. Вот здесь мне надо переходить. Нам еще повезло, что есть такой маленький уголочек. Хотя тоже не очень. Я тут одну ночь одним колесом даже увязла. Ну, вот как бы тут по суше можно выехать. А если бы не этот, уголочек все. Нам тут вообще не знаешь, как выехать. А местами дорога совсем сухая. Просто тут с горки стекает вода постоянная. И вот такая вот проблема возникает. Так, а тут у нас происходит сбор березового сока. Вчера сделала три банки с сахаром и лимонкой. Законсервировала. На лето будет. А тут сын собирается с изюмом бутылки сделать. Один год делал. Вот в этом году опять решил. Березовый текет сок отлично. А кленовый уже все. Подошел к концу. А тут у меня сюрприз. Два дня назад белка родила козленочка. Обычно по двое было. А тут один. Ладно, хватит нам и одного. Правда? Зато крупный будет. А это дома растет моя рассада перцев. Сеяла я 1 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова